Всем привет! В этом видео я покажу вам как правильно скальпировать процессор Intel 8 поколения на примере i7-8700K, чтобы его не повредить или в будущем у вас не было с ним проблем. Но напомню, что скальпирование это автоматическая потеря гарантии, так что я рекомендую скальпировать только те процессоры, которые уже проработали не менее нескольких месяцев и с ними не было проблемы во время эксплуатации, так как как правило, если процессор не имеет проблем, то их и не будет в будущем. Но для начала одно небольшое уточнение к моему прошлому видео, где я тестировал этот процессор. Я забыл сакцентировать внимание на том, что напряжение процессора, которое я указал, задавалось самой материнской платой автоматически. Я сделал видео именно с этими напряжениями, так как не в обиду будет сказано, но учитывая тот факт, что процессор i7-8700K является продуктом массового рынка, то в большинстве случаев его разгон ограничивается изменением множителя, и немногие умеют или уделяют должное внимание подбору оптимальных напряжений, но в то же время те, кто это делают, получают температуры немного ниже, чем у меня. Теперь о самом процессе скальпирования. Для скальпирования вам нужен специальный инструмент под конкретный сокет, в данном случае под 1151. Старый дедовский способ с использованием тисков с большой вероятностью приведет к повреждению процессорной подложки, так как в отличии от старых процессоров этого сокета у новых подложка примерно в два раза тоньше. Вариант с использованием лезвия тоже небезопасный, так как в процессе загона лезвия под крышку можно повредить верхнюю часть самой подложки, в которой находится линия питания процессора. У меня не было инструмента под сокет 1151, но был инструмент под сокет 2066, и немного извратившись, я превратил его подходящий под мои нужды, и установил под его края нужных размеров куски дерева и пластмассы. А гайка была продолжением механизма смещения крышки. После скальпирования процессора нужно тщательно очистить теплораспределительную крышку и процессор от силикона, который склеивал их. Продолжение следует... Затем перед нанесением жидкого металла на кристалл необходимо его обезжирить. Не рекомендую делать это спирто содержащими средствами или напитками, только чистый спирт, я лично использую изопропиловый. Для того, чтобы не бояться за аккуратность нанесения жидкого металла, я рекомендую обклеивать кристалл скотчем или липкой лентой, я лично использую обычную ленту для малярных работ. Затем уже наносим самый жидкий металл. Хочу обратить ваше внимание на то, что нужна буквально небольшая капля. Потом проделываем аналогичные действия и с процессорной крышкой. Обезжириваем, клеим ленту и наносим жидкий металл. У некоторых бывают проблемы с растиранием жидкого металла на крышке, но у меня такой как вы видите не было, так как я использовал Liquid Pro от Cool Laboratory. Если вы нанесли много жидкого металла на процессор, то можете его перенести на крышку. После этого снимаем ленты и фиксируем процессор, для того чтобы потом прикрепить к нему крышку высокотемпературным герметиком. Некоторые не приклеивают крышку, а устанавливают процессор сразу в сокет. Но здесь есть два негативных момента. Это смещение крышки по отношению к процессору во время его зажима в сокете. А также вы можете столкнуться с определенными сложностями при демонтаже процессора из сокета. Есть вероятность того, что в этот момент у вас летит теплораспределительная крышка с процессора, и нанесенный на нее жидкий металл может попасть на материнскую плату, в частности в сам сокет. Также я не рекомендую клеить крышку суперклеем, так как если вам понадобится демонтировать крышку, то при ее демонтаже вы с большой вероятностью повредите поверхность процессорной подложки. После нанесения герметика осторожно фиксируем крышку на процессоре и создаем давление на крышку, чтобы она плотно приклеилась. И все это оставляем на минимум пару часов. В итоге мы имеем ошеломляющие результаты. Снижение температур в среднем под максимальной нагрузкой на 20 градусов, а температуры самых горячих ядер в пике снизились вообще на 24 градуса. Значительное снижение температуры привело к следующим результатам. При использовании процессора с интеловской термопастой, процессор по всем ядрам работал стабильно на частотах только 4.5 ГГц, а с жидким металлом частота поднялась до 5 ГГц. В данный момент я говорю про частоты, которые проходили в стресс тестах AIDU64, Prime95 и Lynx. Следующее, это в почти два раза изменилась скорость работы вентиляторов и помпы, благодаря чему уменьшился шум системы охлаждения более чем в два раза. А также за счет сильного падения температур можно получить технологический максимум, не тратя деньги на дорогую кастомную водянку стоимостью под полтысячи долларов, а можно обойтись и обычной заводской водянкой или хорошим воздушным кулером. Также благодаря снижению температуры снизились и рабочее напряжение процессора, что в свою очередь продлевает срок службы процессора. На этом у меня все, надеюсь видео было вам полезным.